Приветствую! Постанова КМУ номер 560 о порядке проведения призыва во время мобилизации в Украине на первый взгляд упростила порядок получения отсрочки от мобилизации. Почему так? Потому что когда мы открыли постанову 560, мы увидели, что там есть форма заявы об отсрочке, там есть перечень документов, которые необходимо подать в ТЦК и СП для того, чтобы получить отсрочку, там есть и форма акта про догляд. То есть вроде бы на первый взгляд все хорошо, но когда мы дошли до тех пунктов, которые регулируют вопрос получения отсрочки по догляду, мы увидели, ну как мне кажется, наличие расхождений с действующим законом, с законом Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И сейчас мы с вами посмотрим, какой же порядок получения отсрочки по догляду и что вообще нужно делать, чтобы получить эту отсрочку. Итак, начинаем. Процедура получения отсрочки, естественно, начинается с подачи заявления об отсрочке. И в постанове 560 есть форма заявления, это додаток 4, вы его сейчас видите на экране. Он абсолютно простой, здесь вообще просто название ТЦК, свои персональные данные вы написали. Главное не забыть вот здесь указать номер абзаца и номер части статьи 23. Если мы говорим об отсрочке по догляду, то это всегда часть 1. Ну а пункты вы там посмотрите, какие. Да, у вас 9 может быть, 13, 14. Тут уже нужно смотреть. И, конечно же, не забывайте указать в додатках перечень тех документов, которые вы прилагаете к этой заяве. К слову, заяву рекомендуется писать в двух экземплярах. И один вы с пакетом документов подаете в ТЦК и ЕСП, а на втором просите поставить отметку о том, что ее приняли. К слову, для того, чтобы вам удобнее было, по ссылочке в описании вы можете скачать этот додаток 4, эту заяву о получении отсрочки уже в ВЮАРДе. То есть вам нужно будет только вписать туда свои данные. Идем дальше. Какие документы нужны? Как понять? Есть додаток 5, который как раз и содержит перечень документов, которые должен приложить человек к своей заяве об отсрочке. И здесь мы видим, слева у нас вот в этой части идут названия пунктов, как они пронумерованы, как они называются в статье 23 закона о мобилизации. А справа идет перечень, соответственно, тех документов, которые человек должен приложить, если он хочет получить отсрочку по этому пункту. И вот здесь, если полистать, здесь по каждому пункту, видите, 9, 10, 11, 12, ну и так далее идет. И что мы здесь понимаем? Мы понимаем следующее, что когда мы говорим про отсрочку по догляду, если оформлена компенсация, то человек прикладывает два типа документов. Первый тип документов – это документ, который подтверждает родственные связи. И вот здесь это все прямо написано. Свидотство про шлюп, если мы про супругу говорим. Свидотство про народжение и так далее. И, естественно, документы про отримание компенсации, допомогой, надбавкой, надогляд. И на этом, собственно говоря, все. Ну, если, естественно, вы там с тещей, либо за тестем, либо за тещей уход осуществляете, то там нужно вам будет доказать еще, почему их дочка не может осуществлять уход. Ну, и здесь есть соответствующие документы. Там она пропала без вести, погибла и так далее. Либо сама там нуждается в уходе. То есть здесь, в принципе, все нормально, все понятно. Если осуществляешь уход, подтвердил родственные связи и подтвердил, что ты получаешь компенсацию. А где же начинаются сложности? А сложности начинаются вот здесь. Когда мы открываем сам порядок призыва во время мобилизации. Это постанова 560. И начинаем читать вот этот 61 пункт. И там сказано, что військовозобовязані, які здействують догляд, постійный догляд за особами, зазначенными у пунктах 9, 13, 14 частины первой статьи 23 закону про мобилизационную подготовку и мобилизацию, та які не мают права на призначение компенсации на догляд за ними. То есть люди, которые не имеют права на получение компенсации, не оформили ее, идут, скажем так, отдельно рассматриваются. И вот здесь написано, а что же делать этим людям, которые не имеют права на компенсацию. Эти люди обращаются в ТЦК ЕСП, в тот ТЦК ЕСП, где они стоят на учете, с заявлением. Естественно, в первую очередь это должно быть заявление на получение отсрочки. Но, кроме того, они еще должны подать, вот смотрите, что. Письмову заяву особи, яка потребует догляду чи постійного догляду, довільної форми із зазначением регестраційного номера облікової картки платника податків про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобовязаними. Та відповідно до закону зобовязані її утримувати. Чи інших працездатніх членів сім'ї, які зобовязані, та можуть здійснювати постійний догляд. Эта заява не находится вот в том перечні. Вот здесь, если вы посмотрите, вот здесь же нет такой заявы. Ее нет, а вот здесь она уже появляется. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что если человек не получает компенсацию и хочет получить отсрочку, поскольку он фактически ухаживает за родителями своими, ну чаще всего, то он обращается с заявой про отсрочку. И к этой заяве обычно мы что делали? Мы акт прикладывали, а нет, акта у вас еще нет и быть не может. К этой заяве пока еще вы прикладываете заяву, соответственно, человека, там мамы, например, в которой вы напишете, в которой она напишет, что вы единственный человек, который может ухаживать за ней. И вот здесь возникает вопрос, а откуда появилось такое требование? Ведь в тексте закона Украины про мобилизационную подготовку и мобилизацию нет такого требования. И мне кажется, что когда мы говорим о осуществлении постоянного ухода, требование вот такой заявы, оно не совсем законное. Но оно не соответствует закону о мобилизации. Но это моя позиция, и я думаю, что еще нам предстоит эту позицию в суде отстаивать. Но это будет потом. А пока мы просматриваем порядок. Вот человек подал заяву эту, две заявы фактически, да. И понятно, что на этом этапе нужно будет еще подать и заключение ЛКК плюс справку, либо справку МСЭК, в которых указано, что там мама, либо папа, либо супруга нуждаются в уходе. И, конечно же, вы скажете, стоп, а акт, ты же должен подтвердить, что ты осуществляешь уход? Да, но не все так быстро. Почему? Потому что пока про акт речь не идет, порядок теперь совсем другой. Теперь смотрите, дальше РТЦК, ой, прошу прощения, РТЦК что делает? Проверяя перебувание такого вискового, зубовязанного на висковому облику, роды незвязки проверяя, и все такое, все это он делает там через реестры, проверяет, если инвалидность у этого человека, действительно ли он нуждается в уходе? И дальше, дальше, смотрите, что интересно. Матеріали за результатами перевірки надсилаются к керівнику виконавчого органу місцевого самоврядувания за адресою місця проживания або адресою задекларованного, зареєстрованного місця проживания вискового зубовязанного, як і здійснює догляд. А зачем это нужно? Зачем? Потому что только после проверки ТЦК і ЕСП, после того, как ТЦК і ЕСП направил эти материалы туда, к вам прийдет комісія. Именно потом, только потом, ви можете звернутися, вот здесь это написано, на ім'я керівника виконавчого органу з'явою про выдачу акту встановлення факту здійснення догляду. Причем, кстати, этой заяви здесь тоже не утверждена форма, но, наверное, ее в свободной форме можно подавать. И потом, естественно, розгляд заяви, вот смотрим, да, здійснює комісія, из встановлення факту здійснення особого догляду, постійного догляду. І приєдет эта комісія, все, как і раніше буде. Она приєдет, она, понятно, буде проверять, осуществляєте ви уход или нет. И по итогу комісія должна буде выдать акт. І в цьому акте комісія, кстати, да, обратите внимание, теперь этот акт, форма його установлена. То есть не надо нам придумывать, как мы раньше это делали, сами придумывали эти акты, нет. Теперь форма установлена, по этой форме выдается акт. И здесь, в этом акте, в том числе комісія, вот посмотрите, что она должна будет сделать. Она будет должна установить информацию про других членов семьи, которые, которые не будут військовозобовязанными, и соответствующие закону об обязанности поддерживать. Они должны установить основы неможливости здійснення ними догляду. Они, ну, я не знаю, откуда это берется. Вот понимаете, это то, что предусмотрено, в том числе и для того, чтобы получить отсрочку по уходу за родителями, у которых, например, первая-вторая группа инвалидности, нужен вот этот акт. Хотя с точки зрения закона, там сам факт наличия инвалидности является основанием для отсрочки. И вот, понимаете, получается, что? Когда только ты получишь акт, потом этот акт передается в ТЦК и ЕСП, и ТЦК и ЕСП решает вопрос о предоставлении отсрочки. И еще раз хочу обратить внимание на порядок получения отсрочки. Если раньше мы сначала шли в органы местного самоуправления, получали акт, и потом шли в ТЦК и ЕСП, то теперь совершенно другой порядок. Теперь порядок такой. Мы приходим с заявлением в ТЦК и ЕСП, заявлением о получении отсрочки, плюс заявлением того человека, за которым мы будем осуществлять уход, и где он напишет, что нет других родственников, которые должны осуществлять уход. После этого ТЦК и ЕСП проверяет эти данные, потом направляет материалы в органы местного самоуправления, и только потом мы идем к ним, пишем заяву на получение акта, и приходит комиссия, чтобы выдать акт, после чего мы снова возвращаемся в ТЦК и ЕСП. Причем, что самое интересное, здесь не было бы вопросов, если мы говорим о девятом пункте, где пункт предусматривает отсрочку именно по догляду. Вот за человеком, который не имеет инвалидности, например, но нуждается в уходе. Но вопрос в том, что по тем пунктам, где предусмотрена отсрочка в связи с инвалидностью первой либо второй группы родителей, почему-то вот когда читаешь эту постанову, то можно сделать вывод, что там нужно будет доказать, что они нуждаются в уходе. Нужно будет доказать, что ты осуществляешь этот уход. И чтобы это доказать, нужно обращаться в том числе и в органы местного самоуправления, чтобы приходила комиссия и проверяла. И мне думается, что ну не совсем это правильный подход. Не совсем. И здесь, мне кажется, Кабмин все-таки отошел от тех идей, которые были заложены в статье 23 закона о мобилизации. И безусловно, эти вопросы теперь будут решаться в суде, потому что часть людей из-за этой постановы Кабмина, ну если практика пойдет вот именно по тому пути, который я описал, часть людей потеряет отсрочку. И безусловно, они пойдут в суд отстаивать свое право на отсрочку, потому что, как мы с вами знаем, нормы Кабинета министров, они, конечно, обязательны, но они не должны противоречить закону. И вот, наверное, вот эти противоречия мы будем со временем отстаивать и доказывать в судах, отстаивая право на отсрочку по догляду за родителями, имеющими первую либо вторую группу инвалидности. Но это будет дальше. На сегодняшний день вот ситуация такая. И, наверное, у меня здесь все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании к видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.